Ну что, как оцениваете этот законопроект, эту инициативу Олега Матвеевичева? Как считаете, какие у него шансы стать законом? На самом деле мыслей много. В первую очередь стоит отметить, что действительно очень много одиозных законопроектов так или иначе были заявлены, но они не превращались в законы. С другой стороны, мы понимаем, сколько таких очень странных законопроектов все-таки в законы превратились. Я здесь не удивлюсь, потому что если мы посмотрим на аналогию с тем же ЛГБТ, как у нас все начиналось в Санкт-Петербурге, а потом стало всероссийским явлением и действительно уже опасным, то они могут сделать то же самое. Я, конечно, скажу, что феминистики очень разные. Я уверена, что есть феминистки, которые поддерживают Путина. Поэтому нужно лучше знать матчасть перед тем, как делать такие громкие заявления нашему депутату. Но если называть вещи своими именами, это, конечно, все очень грустно, это все абсурдно, но им не придется сильно стараться для того, чтобы дискредитировать феминизм, поскольку в России, в таком традиционном патриархальном обществе, до сих пор к нему отношения очень плохо. И я считаю, что как раз многие люди, которые по старинке думали, что это что-то очень странное, непонятное и даже ненужное, именно из-за того, что государство решит признавать это экстримизмом, подумают, а вдруг в этом есть какое-то толковое зерно, и начнут пристально не понимать. Потому что, к сожалению, даже среди самых прогрессивных оппозиционных деятелей у нас часто есть очень такое отсталое представление, что какие-то там права женщин, кому это вообще надо. И я могу сказать из своего опыта работы на «Эхо Москвы» самые радикальные и оскорбительные комментарии почему-то были именно на этой площадке. Поэтому в любом случае это будет обсуждаться, в любом случае мы можем смеяться или печалиться, но, конечно же, это принесет много сложностей для тех людей, которые остаются до сих пор на территории Российской Федерации, и для них эти риски могут быть совершенно не смешными, а реальными. Я вот понимаю, что вы, конечно, не психолог, но на расстоянии можете сказать, почему Матвеичев решил атаковать именно феминисток? Они действительно себя как-то проявляют сейчас? Действительно они борются с войной? Или просто он узнал новое слово? Ну вот просто, да, я такую пас вам даю. Действительно ли есть какое-то мощное сейчас антивоенное феминистическое движение? Ну ничего нового в этом нет. Во-первых, мы много уже слышали всяких заявлений про феминизм и про Child Free. Я помню, была какая-то самопровозглашенная полномочная по правам человека в Санкт-Петербурге, которая хотела запретить сериал «Чики». Но если мы будем назвать вещи своими именами, то женское движение исторически сталкивалось с огромным количеством сопротивления именно со стороны государства и мужчин, которые руководили государствами. И, конечно же, если мы будем говорить про антивоенное движение, то женский голос всегда тоже был очень громким. Это не означает, что все женщины против войны, и это не означает, что все женщины феминистки. Но, тем не менее, сейчас мы живём в той реальности, когда так или иначе это игнорировать становится всё труднее, и мы видим, как искусственно нам пытаются всё этими традиционными скрепами цементировать, чтобы не было вообще никакого разночтения и никакого свободомыслия. Мы видим, как сейчас на женщин всячески пытаются навязать эту функцию «Рожай, рожай, поменьше спрашивай». Ну и, конечно же, здесь это очень хорошо укладывается. Опять-таки, сегодня все обсуждают новость о том, что есть желание поправить закон о рекламе таким пунктом, чтобы в рекламе о российской семье были только многодетные семьи. Поэтому, конечно же, это чудовищная, отсталая, непродуктивная и, я бы сказала, нелегальная государственная семейная политика, которая очень искусственная. Ничего здорового в ней нету, но, конечно же, она может какое-то время работать именно потому, что у нас это будет не доброе просвещение, а это будут загонять палками, ну и, конечно же, рассказывать о том, что все феминистки ненавидят мужчин, не бред подмышки. И вот весь этот стандартный набор, который мы просто уже всерьёз обсуждать могут, наверное, только наши депутаты на таких ток-шоу. Ну, честно говоря, да, это такие стереотипы из далекого прошлого. Очевидно, они также не знают, что у феминизма есть несколько волн, вообще вот самого этого течения, и, очевидно, не знакомы ни с одной из них. И так же, как и с тем, что феминизм изначально всё-таки был борьбой за равные права. Но теперь депутат Матвеевичев, а до этого другие депутаты, которые вносили различные инициативы, в том числе о запрете Чаотфри, о котором вы уже упомянули, они, очевидно, пытаются не просто... Они не делают ничего для равноправия, они, наоборот, пытаются женщин в правах ущемить. И всё-таки мне интересно, в конкретной этой инициативе Матвеевичева, что для вас кажется наиболее интересным? То, что женщин пытаются ущемить по признаку того, что они выступают против войны, всё-таки он на это напирает, или всё-таки по признаку того, что они являются феминистками и выступают за равные права? Я бы начала с того, что самое прекрасное — это законопроект 2004, если не ошибаюсь, года по гендерному равенству, который инициировал господин Володин. Поэтому мы совершенно спокойно можем увидеть следующий сезон этого сериала, когда все эти же господа будут кричать абсолютно противоположно. Я повторюсь, у них нет никакой веры в то, что они говорят, они отрабатывают какую-то абсурдную повестку, которая должна привлекать внимание или как-то удерживать внимание за счёт очень странных изречений, которые поддержат те люди, которые также в этом не разбираются. Но что касается непосредственно этого законопроекта, во-первых, его нету, мы даже не уверены, что у них хватит духу сесть и хотя бы какой-то адекватный текст написать, чтобы мы хотя бы поняли, о чём речь. Потому что если мы будем сравнивать это с традиционными ценностями и скрепами, мы же помним, как это было уже написано и подписано президентом Путиным. Они просто взяли вот эту вот абсолютно субъективную непонятную промалировку и затащили в российское законодательство для того, чтобы это был тот абсолютно безграничный какой-то объём понятий, который можно туда включить. Ну вот написано, что феминизм теперь как бы запрещён. Что это означает? Потому что в этом смысле их, конечно, волнует не столько женщины, которые также будут служить в армии, что, в общем-то, является заслугой феминизма, которые будут работать. И, между прочим, они будут работать и будут единственными кормилицами в семье, потому что их мужей забрали принудительно, непринудительно, другой вопрос, на фронт. И эти женщины должны были именно по фемпути получить образование, получить высшее образование, устроиться на работу, платить налоги. Всё это как бы часть фемповестки. Опять-таки, советский образ женщины, он абсолютно противоречивый тому же американскому, который был в отношении женщин в 50-х годах. Поэтому, конечно же, очень печалит, что мы должны обсуждать слова людей, которые даже не понимают то, о чём они говорят, а просто кидаются какими-то заявлениями. И здесь речь не про женщин, которые непосредственно выступают против войны. Мы же видим, что этим трактором они пытаются закатать абсолютно всё, что как-либо будет высказываться против войны, и неважно, кто это будет делать. Это будут люди с не той ориентацией, не того пола, не тех политических взглядов. Здесь они всё-таки хотят сказать, чтобы женщина знала своё место, что они будут говорить с мужиками на языке силы, они будут пользоваться тем токсичной маскулинностью и призывать их идти убивать или защищать родину, а женщина должна сидеть и помалкивать. Вот, в общем-то, самая основная затея, для чего всё это делается. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Продолжение следует...